Друзья, всем привет! Как вы уже поняли из названия этого видео, речь об этом выпуске по виду о замене дешевых смесителей в этой ванной комнате. Кстати, бюджетный ремонт в которой, а если точнее, то ее строительство буквально с нуля, начиная с монтажа перегородок из гипсокартона, видеоролики аж в 20 частях с полной отделкой в этом помещении были выпущены на моем канале во всех подробностях еще пару лет назад. И вот спустя два года мы с вами сюда вернулись вновь. Но нет, не потому, что за этот период времени здесь что-то отвалилось или что-то в этом роде, а потому что, как я уже упомянул ранее, здесь просто требуется заменить данные вечно текущие и здорово шумящие бюджетные смесители. Стоимостью каждой из них, если я не ошибаюсь, в районе чуть более полутора тысяч рублей. Это их подчеркивают цена двухгодичной давности, на более качественные и надежные смесители ИДИС. Но сразу же оговорюсь, при этом всем и не очень-то и дорогие. Которые по меркам цен нынешних дней, думаю, по карману каждому. В свое время при проведении здесь отделки использовались самые дешевые материалы. Это недорогой плиточный клей и грунтовки. Плитка стоимостью в районе 200 рублей за квадратный метр. Самая дешевая затирка. Была установлена недорогая ванна стоимостью в районе 4000 рублей. Дешевый унитаз за 2200. Тумба с рукомойником стоимостью 3300. Дверь за 1800. И был смонтирован пластиковый потолок имитации подреечной стоимостью порядка 800 рублей. Ну и так далее. И сразу скажу, что при укладке плитки на гипсокартон здесь была нарушена технология. То есть поверхность гипсокартона после ее неоднократной прогрунтовки, пропиточной грунтовкой, не была покрыта затем гидроизоляционной мастикой. Чего сделать бы в свое время не помешало. Так как гипс в таких влажных помещениях, как ванной комнаты, как я об этом уже неоднократно упоминал в предыдущих своих выпусках, нужно защищать от пола до потолка. Но и на этом в свое время здесь сэкономили. Но это в нашем случае не суть как важна, так как держится все здесь, как видите, все намертво. При укладке плитки я здесь немножечко схитрил, нанося сначала своеобразный адгезивный слой плиточным клеем, шпателем на сдир на поверхность гипсокартона, а потом тут же ряд за рядом клеил плитку, нанося клей гребенкой на поверхность плитки. Хотя, в общем-то, можно было сделать и наоборот. Нанося сначала клей гребенкой на стены, а на сдир клеим по плитке. И тут же клея плитку на стены. Теперь касаемо цементной затирки в углах. Так как бытует мнение, что на перегородках из гипсокартона и подобных ему материалов из-за трени, к примеру, при открывании хлопках двери, затирка в углах со временем растрескается и отвалится. И что нужно в таких местах применять силиконовый герметик под цвет затирки, дабы этого не произошло. Сразу скажу, что это не совсем так. Если изначально при монтаже каркаса перегородки делать все правильно. И хоть здесь при обшивке каркаса использовался только один слой гипсокартона толщиной 12,5 мм, никаких растрескиваний и затирки в углах между плитками даже за пару лет, как видите, не произошло. Теперь по поводу дешевых унитазов. Так как мне частенько задают такой вопрос, а можно ли на этом экономить. Сразу скажу, что если дешевый, это еще не значит, что плохой. Унитазы делятся на три основные группы. Санфаянсовые, фарфоровые, либо инсталляции. И главная роль во всех унитазах, конечно же, отведена именно арматуре в бачках унитазов, который может ломаться часто, либо работать долгоисправно, как швейцарские часы. Чего и можно сказать именно об этом унитазе. Его арматура в бачке за пару лет еще ни разу не подвела. А лишь поднялась цена с 2016 года по сегодняшний день, как это сейчас и можете наблюдать на экранах своих устройств, с 2200 на 300 с небольшим рублей. На этом обзор с этой ванной комнатой я, пожалуй, и завершу. А кому интересно более полную и подробную информацию при строительстве и отделке этого помещения, вы сможете найти на моем канале в множествах видеоуроков. Ну а сейчас я приступлю к замене этих дешевых смесителей из тонкостенной латуни на качественные смесители ИГИС. Сколько стоит эта парочка, я говорить не буду, дабы не сочли за рекламу. Так как некоторые люди просто, видимо, не понимают, что без применения тех или иных материалов в видеороликах при создании мастер-классов и видеоуроков ни о каких съемках и речи быть не может. Вполне возможно, что некоторые из вас сейчас скажут, да не парься ты, братан, и просто гоняй пальцами по воздуху, как это делают некоторые блогеры в своих шоу. Но нет уж, друзья, извините, но мне такой формат видеосъемок на самом деле не интересен и кажется бесполезным. Я имею в виду именно для рядовых пользователей. Касаемо же цены этих смесителей, кому из вас это интересно, можете просто перейти на официальный сайт производителя ИГИС после просмотра этого видео по ссылке, которую я оставлю под этим видео в описании, и удовлетворить свое любопытство. А также, возможно, что-то и приобрести, так как цены у них приемлемые, но качество их смесителей на самом деле отменное. Плохое рекомендовать я уж точно никогда не буду. Итак, основной кран подачи воды в это помещение был отключен, теперь можно приступать и к демонтажу этих дешевых смесителей. Вид у них, конечно же, ничего себе так, но, как говорится, внешность обманчива. От них мы будем по-любому избавляться, так как в любом случае устанавливались они в свое время временно, так как на тот момент, делая глобальный ремонт, кстати, не только в этом помещении, денег на все не хватало. И, само собой разумеется, из-за этого бюджет был ограничен. Начнем, пожалуй, с самого сложного, то есть с умывальника, так как замену смесителя на нем я буду производить прямо по месту, без его демонтажа, так как умывальник был приклеен к плитке на силиконовый герметик. Сначала откручиваем гибкую подводку с водорозеток, затем от смесителя. Это можно сделать вручную без применения ключей. И потом выкручиваем крепежную гайку при помощи торцевого ключа, так как им работать гораздо удобнее в таких случаях. И удаляем смеситель с умывальника. На этом все, демонтаж завершен. Теперь вкручиваем в новый смеситель сначала монтажную шпильку, потом гибкую подводку до упора от руки, без применения всяких там ключей. Затем устанавливаем уплотнительное кольцо и продеваем гибкую подводку, сначала одну, а потом другую через отверстие в умывальнике. И закрепляем смеситель снизу, сначала накрутив гайку до упора от руки, а потом затянув ее окончательно при помощи торцевого ключа. Теперь остается лишь соединить гибкую подводку с водорозетками и вуаля. Все, монтаж завершен. Но прежде чем включать воду в первый раз, желательно сначала со смесителя открутить аэратор. А уж только потом подав воду и выключив ее, затем вкрутить аэратор обратно на место и можно теперь пользоваться. И я думаю многие из вас уже догадались для чего это делается. Правильно. Вода сначала запускается для промывки смесителя от возможных загрязнений. Теперь можно приступить и к замене смесителя для ванны. Откручиваем его, снимаем отражатели с эксцентриков и видим следующую картину. Эксцентрики, которые шли в комплекте к дешевому смесителю, стоят просто латунные без покрытия. И раз уж мы меняем смесители, то тогда заменим и их на более качественные из комплекта нового смесителя. Вот таким вот образом. При уплотнении резьбы я использовал уплотнительную нить. Накручивать ее нужно, заполняя каждую ложбинку резьбы, пока они не скроются. Подчеркиваю против часовой стрелки, дабы при потом закручивании эксцентриков водорозетки нить на резьбе не скукожилась. Далее вкручиваем в них отражатели. Затем, вставив прокладки в установочные гайки смесителя, прикручиваем его сначала от руки в эксцентрике, а потом фиксируем при помощи разводного ключа. Но тут стоп. Чтобы не повредить хромированное покрытие на смесителе, не помешает это сделать либо с применением ХБ-тряпочки, как я это уже показывал при установке старых смесителей, либо есть еще вариант с применением изолента, то есть обмотав разводной ключ вот таким вот образом. И уж только потом затягивать гайки на смесителе. Вот и весь лайфхак, друзья. Далее прикручиваем лейку к шлангу и шланг прикручиваем к смесителю. При необходимости гайку на шланге тоже можно подтянуть все тем же разводным ключом. Ну и прикрутив в итоге сам гусак к смесителю, можно его и включать. Предварительно открутив аэратор с гусака и запускаем сначала воду для промывки смесителя от возможных загрязнений. Ну и потом все то же самое, что и на предыдущем. Вкручиваю его обратно и можно пользоваться. На этом, касаемо замены смесителей в этой ванной комнате, у меня все, друзья. И мне остается лишь теперь подытожить. Я имею в виду о плюсах данных смесителей. Их керамические кранбуксы надежны и долговечны. Корпус и механизмы очень прочные и способны выдерживать мощные гидроудары и различные температурные и механические нагрузки. Что, разумеется, особенно ценно в наших российских условиях. Также данные смесители способны экономить и воду, так как за счет насыщения струи воды воздухом мощность потока сохраняется, но расход воды значительно меньше. Их ручки не нагреваются благодаря термоизоляторам. Ну а силиконовый аэратор можно чистить одним движением пальца от известкового налета. Касаемо же дивертера, он из керамики, надежно фиксируется и служит довольно-таки долго. Откуда мне это известно, спросите вы. Да все очень просто, друзья, так как со смесителями ИДИС я уже работаю довольно-таки давно. Ну и в оконцовке, пожалуй, добавлю. Когда не хочется переплачивать за европейские бренды, но все же хочется, чтобы продукт был высокого качества, то можно, в общем-то, просто приобрести смесители лучшего бренда среди российских смесителей. Чего я вам всем, собственно говоря, и желаю, друзья. Ну и на этой позитивной ноте мне остается с вами лишь попрощаться. И, как всегда, традиции напоследок пожелать вам только качественно проведенного ремонта в ваших жилищах. И, разумеется, только с установкой качественной сантехники от уже проверенных годами производителей. Для кого из вас информация из этого видео была интересной и полезной, смело ставьте лайки, друзья. Ну а для кого нет, тоже особо не суетитесь. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересные и познавательные видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте «Ремонт и отделка», ссылочка на которую будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь, всего вам доброго и до новых встреч на моем канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok